приветствуем вас в здравии и в прекрасном расположении духа вы на канале раиса горяченко дача сад огород цветы и сегодня мы продолжаем тему глобальных климатических изменений мы авторы канала раиса горяченко и александр волик просим вас очень внимательно вслушиваться в предоставленную нами информацию и посмотреть видео с самого начала и до конца это очень важно начнем с темы вчерашнего видео о действии полярного вихря в январе 2021 года напомним кратко что в конце января 2021 года большую часть соединенных штатов америки накрыл полярный вихрь который принес собой рекордные морозы и аномальные снегопады тогда например в чикаго расположенном южнее сочи в конце января было холоднее чем в антарктиде в некоторых штатах сша температура опускалась до минус 50 минус 53 градусов под цельсию погодный сайт гисметео уже сейчас сообщает о новых проявлениях работы полярного вихря некоторые африканские страны засыпают все чаще снегом юг европы буквально заливает водой ну и многие регионы украины россии тоже сейчас получают вот такие интересные небесные подарки эту информацию я сообщаю не для того чтобы напугать кого-то создать новую порцию страха на планете земля наоборот весь уходящий год мы просили вас подготовиться к новым погодным условиям запастись дровами и различными заготовками из овощей плодов и ягод выращенных на своих огородах в садах и вы с удовольствием это делали предупрежден вооружен гласит народная мудрость мы уже подготовили часть таблиц записей для следующего видео где будем рассказывать о предполагаемых климатических сюрпризах для человечества и особенно для садоводов огородников для которых мы в основном и трудимся но сегодня предваряя это видео хотим поделиться той очень важной ценной информацией которой мы обладаем в первую очередь давайте вместе ответим на такой вопрос зачем все это происходит помните известную фразу если звезды светит значит это кому-то надо а теперь перефразируем ее вот так если с климатом такие грандиозные изменения происходят значит это для чего то нужно для чего и для кого если кратко ответить то это можно сформулировать так это нужно для того чтобы изменилось коллективное сознание человечества и человечество ушло от старой парадигмы войн разрушений страданий страхов и перешло абсолютно на абсолютно новый путь на котором самостоятельно босс создавать вот этот новый путь и новые путешествия в мире в гармонии и на этом пути абсолютно никакие климатические условия не будут влиять на жизнь человека в любой точке земли как это спросите вы во время операции в 2011 году мне добыл довелось побывать в будущем где не было никаких столбов и линий электропередач не было этих газовых труб которые окутали буквально разные города поселения села деревни в одном доме я видела небольшое устройство из магнитов которое вырабатывало нужное количество энергии для всех абсолютно потребностей семьи и дома нет проводов нет газовых котлов конвекторов нет атомных и гидростанций от которых земля и природа не просто устали они уже не могут нести на себе эту тяжелую ношу которая их разрушает природа и земля уже не могут дальше жить а человечество продолжает истощать недра губить рубить загрязнять зациклившись на цене за газ за электричество а новые простые дешевые устройства которые уже пока тайно даже используют самородки в россии и украине вот эти новые устройства не допускаются не допускаются теми кто обогащается на природных ресурсах нашей матушки земли иногда кажется что это будет продолжаться бесконечно было бы бесконечно если бы природа не придумала кардинальный новый сценарий первые репетиции уже были в январе 2021 года когда полярный вихрь принес в ряд штатов сша 50 53 с минусом по цельсию и аномальные снегопады что произошло это там газ в трубах просто-напросто замерз линии электропередач были повреждены люди остались один на один с природой без старых источников энергии многие не только в сша но и в других странах и наши некоторые и знакомых которые раньше выбросили печки из своих домов стали снова строить их а некоторые уже планируют это делать в ближайшем будущем вы можете возразить что человечеству будет возвращено вспять костру к печке к очагу в доме разве плохо очаг в доме это очень хорошо ну а как земле и природе очистить путь человечеству к новому сознанию и это сознание приведет к новым устройствам которые не будут использовать любые природные ресурсы земли не будут загрязнять окружающую среду и будут абсолютно безопасны в основе этих устройств магнетизм вот оно это волшебное слово будущего магнетизм который даст бесплатное мгновенное мобильное электричество для всех и чтобы оно заработало в полную мощь и нужна была новая магнитная решетка которая запущена в первой половине 2021 года ее работа наладка нам видна с фактов которые уже признаны учеными разных стран нам же в погодных новостях сообщают только то что стремительно смещается северный магнитный полюс в действительности начинает работать новая магнитная решетка земли идет полная энергетическая перестройка земли и она связана со сценарием новой игры где не будет войн и страхов и не будет естественно вот этих истощений нашей земли да как же не будет войн могут возмутиться некоторые люди природа и земля с новым сознанием трудятся над этими задачами для изменения коллективного сознания человечества морозы снегопады оторвут от диванов от телевизоров от привычных ненужных дел множество людей можно сказать даже все человечество с одной стороны убрав старые способы проживания со старыми энергиями с помощью полярных вихрей экстремальных холодов природа и земля остановит старые технологии вспомните январь 21 года о котором мы сегодня уже говорили в продвинутой цивилизованной стране в сша при минус 50 аномальном снегопаде все источники старой энергии перестали работать экстремальные холода нужны земле и человечеству чтобы остановиться и перейти на новый путь эволюции полярные вот эти вихри сильнейшие изменят самое главное сознание человечества но и сознание земли которое является самым важным партнером человека в этом важном периоде в истории человечества в начале нового цикла колебания земли в начале новой эпохи которую мы называем золотой эпохой как может мороз и снегопад изменить сознание человека и земли такой вопрос мы задавали себе множество раз и нашли ответ в открытии румынского ученого кондо гендри гендри мария он провел грандиозную грандиозную работу испытывая воду в разных состояниях именно он открыл что в центрах кристаллизации снежинок в центре посередине этих снежинок есть тонкие трубочки где вода не замерзает при любой температуре получается что что при замерзании стирается внешняя память а глубины остаются там остается вот этой трубочки чистая божественная огненная сущность переведем смысл этого открытия на простой человеческий язык земля человек и все что живет в нашей реальности состоит в основном из воды от 80 до 90 процентов и более все состоит из воды плюс сама вода в океанах реках озерах как ее воды из воды старую память убрать которая ничем не стира не стирается и не выводится как вот это очистить как убрать вот эту внешнюю память человечества из постоянных страхов страданий вот этот полярный вихрь и задаст жару в решении этой задачи сценарий грандиозный и простой в то же время аномальная холода благодаря новой магнитной решетке и смещению полюсов вот этот сценарий осуществится с одной стороны у человека забираются старые привычные игрушки со старыми устройствами и вот при таких условиях аномальных эти игрушки перестают работать с другой стороны человек получает возможность очиститься от старых программ и для этого не обязательно будут замораживать людей а потом размораживать мы видим только одно свое телесное тело а их у нас этих тел много и то тело которые находятся в эфире где уже полностью запущена и готова программа с новым уровнем сознания сможет запустить вот этот новый сценарий и этот сценарий не сможет осуществиться если человек лежит на диване или на кровати или в кресле попивая пиво и смотрит телевизор в теплой квартире размышляя что где когда в таких условиях сознание просто-напросто спит и никогда не проснется человечество само пишет сценарий новой игры и эта игра кардинально меняет условия игры полярные вихри с экстремальными холодами изменят погоду не только для изменения сознания человека изменения погоды принесут изменения в использовании технологий кажется что вот если все это заморозится мы как будто бы будем оттянуты в развитии назад ни в коем случае только в таких экстремальных условиях придут новые изобретения как они могут прийти если все привычно старые игрушки в руках человека и вот эти новые изобретения не связаны с новыми какими-то высокими технологиями о которых нам говорят вот эти новые магнитные решетки земли приведут человека к использованию магнетизма который есть всегда и в любом количестве вот с этой новой магнитной решеткой если бы мне в 2011 году во время операции не довелось увидеть эти маленькие устройства с несколькими магнитами я бы сегодня так оптимистично не смотрела на грядущие климатические кардинальные изменения теперь вот все пазлы будущей картины жизни на земле слаживаются и выглядят красиво мы постарались изложить сложную тему в простых деталях и сегодняшнее видео не было записано не было бы записано если бы не ваши комментарии и отклики с пожеланиями и с пониманием понимаем ситуации с пожеланиями дальше раскрывать эту тему это радует радует и вдохновляет потому что уже много проснувшихся людей на земле и все они ищут ответы на вопросы на которые мы пробовали отвечать раньше для себя ну и сегодняшнее видео отвечаем уже на ваши вопросы и сегодня величайший день день полнолуния и лунного затмения 19 ноября 2021 года этот день как раз и открывает новую эру новую эпоху новые магнитные решетки работают в полную мощь и уран в тельце требует революционных изменений в сознании человека по отношению к земле к природе к экологии к пространству в котором мы находимся и по отношению к себе самим и полнолуние в знаке телец а это самый земной знак который открыто переводит нас на новые рельсы на новый путь это действительно грандиозное событие наша задача сегодня осознать что у природы нет заднего хода и сказки про бананы которые будут расти на земле вместо привычных растений для нас пока останутся сказками да это когда-то будет и не обязательно будут бананы это будет действительно райский сад но до этого нужно дойти от нас сегодня требуется труд труд кропотливый труд физический на грядках в садах в своем доме и труд в изменении своего сознания который поможет нам материализовать золотую эпоху эти два вида труда обязательно помогут нам создать вот эту прекрасную золотую эпоху сегодня мы ответили на вопросы почему происходят глобальные климатические изменения и для чего создана и запущена в работе магнитная решетка в следующем видео мы расскажем как нам будут помогать в осуществлении этого сценария космические помощники планеты и знаки зодиака также мы будем говорить о том что старые агрогороскопы будут меняться и через несколько лет они будут иметь совсем другой вид и мы сейчас проводим с александром различные испытания эксперименты чтобы понять как вот работать будут все энергии с растениями сами растения вот эти в этих новых условиях при новой магнитной решетке но это тема будущего а пока дождитесь новой вот этой темы где мы будем рассказывать о погоде в 2022 году уже скоро мы поделимся с вами уважаемые зрители коллеги друзья этой важной темы на этой оптимистической ноте а мы по жизни оптимисты мы прощаемся с вами до следующего видео до новых встреч в наших видео всего вам самого доброго и прекрасного настроения и расположения вашего духа и и Продолжение следует...